Друзья, всем привет! Меня зовут Николай и сегодня вас ждет очень интересный обзор квартиры 165 квадратов. Как тяжело было поймать момент, когда все закончено и шторы и мебель, но еще заказчик не въехал. Самое тяжелое, вот этот момент поймать и вообще квартиру такого уровня показать, потому что очень часто заказчики не хотят, чтобы видели их жилье, в которое вложили 15 миллионов рублей в ремонт, отделку, дизайн, мебель, материалы, черновые, чистовые. 165 квадратов, не менее 15 миллионов рублей. 100 тысяч рублей за квадратный метр обходятся такие дорогие современные интерьеры, друзья. По работам эта квартира вышла в 30 тысяч рублей квадратный метр, плюс-минус, на 165 квадратов, ну считайте, 5 миллионов почти только работы. Год мы здесь делали отделочные работы и очень долго, еще, наверное, месяца 3-4 шла мебелировка, шторы, какое-то там освещение, что-то доходило, довозилось постепенно, очень много заказных позиций. Начнем с вами с кухни. Кухня европейского производителя, довольно дорогая, стоит она из стройного холодильника, это холодильник, морозильная камера у нас с вами, классный очень модуль, посмотрите, выездной, практичный. Очень аккуратно мы все это встроили, выстроили нишу, чтобы все зазоры были аккуратные. По этой стене идет декоративная штукатурочка рельефная под какой-то арт-бетон. Фасады, кстати, очень приятные, матовые, но это выглядит прямо как покраска эмаль, но на самом деле такой пластик, потому что видно кромку. И настолько она тоненькая, качественная сделана, что я сначала подумал, что это покраска. Столешница из искусственного камня. Очень мне нравится, что монтаж раковины сделан по столешнице, это очень практично. Смеситель со встроенным кранчиком отфильтрованной воды, длинный носик у дозатора, чтобы капель не было, фартук из керамогранита, розеточки, посмотрите, как рассчитали, встроили. Есть еще свои прикольчики в этой кухне, смотрите, модуль выезжает и, пожалуйста, вам три розетки. Смотрите такие модули в интернете, если электрику разводить не хочется, добавлять розетки можно сделать за шкафчиками. Смотрите, какое прикольное решение. Хотя вот так вот немножко страшно выглядит внутри, но в любом случае очень классный такой модуль получается. Есть подсветочка. Мне лично не нравится, что каждый модуль приходится вот здесь отключать подсветку. Лучше, когда ставят датчик, который на движение реагирует, и не хватает в антресоле еще длинной такой полосы светодиодной, чтобы было больше света. Антресоль это всегда круто. Обратите внимание, что сделали коротко с гипсокартона, чтобы все это было в одной плоскости. Далее стоит у нас модуль с прикольной духовкой. Первый раз, честно, вижу такое. Не скажу, что я прям много духовок открывал, но вот это мне прямо необычно, не мешается. С сенсорным управлением отщелкивается вот такая микроволновочка. Все фасадики у нас нажимные. Все с доводчиками. Единственное, что мне еще не понравилось, но это в ущерб дизайну. Чтобы добраться до вилок, надо два шкафчика открыть. Вот таким образом. Здесь, мне кажется, все будет в каплях. Поделитесь, кто пользовался, вообще практично это или не практично. Мусорное ведро у нас в нижнем шкафчике вот таким образом сделано. Небольшая кухня. Не скажу, что здесь прям много места с точки зрения рабочей поверхности. Но все очень компактно и, самое главное, красиво. Мне нравится стиль этой квартиры. Сейчас я, кстати, нахожусь в бывшей лоджии. Это заметно. Вот она, фасадное остекление утепленное. Большой подоконник из искусственного камня. Там розеточки есть на откосах. На кухне старайтесь подоконник. Он очень часто используется, делают из искусственного камня. Особенно из кварца, который не царапается. Пластиковый подоконник здесь долго не проживет. Будет непрактично. Здесь по-любому что-то будет храниться, заряжаться. Это место так просто не пропадет. Обратите внимание, что часть лоджии закрыта перегородкой. И там находится блок кондиционера, друзья. Чтобы всю лоджию не выделять под кондиционер, отдельную часть сделали. И вот вам блок на 3 или 4 комнаты сюда сразу же подходит от внутренних блоков шланги. И таким образом это скрыто. Ну, единственное, наверное, я бы сделал скрытый карниз. И в этой части, чтобы шторы это закрыли. Вот, что-то этого мне не хватило. Зато на этом перестенке встал вертикальный радиатор. Посмотрите на форму этого радиатора. Компанию называть не буду. Но мои мастера постоянно ругаются, что их тяжело монтировать. Что они непонятно как-то работают. В общем, его монтаж целая проблема. Лучше смотрите трубчатый. AirSub Zender. Наверху у нас с вами, посмотрите, потолок из гипсокартона. И сейчас есть редкая возможность сразу же вам увидеть натяжной и гипсокартон рядом. Честно, они сейчас отличаются только по цвету, потому что здесь более холодный цвет, здесь более теплый. Но так визуально вы это не отличите. Здесь сделали гипсокартон только ради этой лепнины, потому что натяжной ее не приклеить. Здесь же у нас современный натяжной, к нему также подведена галтель и сделан шинопровод скрытого монтажа. Очень красиво смотрится. Также здесь скрытый карниз, как видите. Теперь обратим внимание на пол. На полу лежит инженерная доска почти по всей квартире, в коридорах, в спальнях. Но в зоне, где у нас была лоджия, керамогранит с теплым полом. И у самой кухни тоже полоска керамогранита с теплым полом. Я считаю это очень практично. Вот такое вот соединение, длинный стык, можно реализовать грамотно. Только если у вас инженерная доска, либо клеевой ПВХ-плитка, либо если вы кварц-винил приклеите прямо на основание, либо если вы инженерную или ламинат будете клеить только на основание. Такие длинные примыкания, стыки возможны только если у вас оба напольных покрытия клеевых. Ламинат на такое расстояние вы не сделаете. Потому что если вы его частично приклеите на такую длину, еще у вас его 100 квадратов единым контуром лежит, 10, 15, 20 лет этот стык не прослужит. Ламинат все равно сам себя оторвет. Поэтому только с клеевыми напольными покрытиями можно через пробковый демпфер соединять, стыковать плитку. Далее, давайте посмотрим на амбарную дверь. Такая вот дизайнерская амбарная дверь. Ну, она просто как ширма. Выглядит массивно. Здесь вообще очень высокие двери, потолки где-то 2,90 и все двери 2,40. Это очень красиво смотрится. Здесь у нас сделан клинкер. Это монолитная стена. Здесь был согласован вырез проема, усиление его металлом. Это мы все выполнили и далее делали клинкером. Особенность клинкера в том, что его приходится монтировать после того, как вы сделали покраску, после того, как вы уложили пол, сделали все потолки галтелей, только после этого можно сделать нормальный клинкер, чтобы все примыкания вот эти смотрелись нормально. На него плинтус не поставишь, розетки на него не поставишь, галтель на него не поставишь. И дверь с наличником не установишь. Классно идет переход из кухни в гостиную. Кухню мы с вами наблюдали с ложи где-то около 20 квадратов. Здесь квадратов 16. Классный Г-образный диванчик. Стены под покрасочку. Стеночка сделана на всю стену. Огромный телевизор 65 дюймов. Здесь подоконник пластиковый, хорошего качества. И радиатор. Сделаны выводы не из пола, а из стены. Поэтому доска не зарезанная и принтус целиковый прошел. Очень практично. Также скрытый карниз. В этой части мы видим с вами проем. Переходим как бы в коридорчик. И это очень практичное такое покрытие. Это у нас декоративная штукатурка арт-бетон. Она вся такая пятнистая, рельефная. Поэтому еще и темного цвета серого на ней прям вообще никаких следов не видно. Незаметно. И она легко моется. Очень практичное покрытие. Но дорогое. В коридорах у нас и вообще в квартире кроме пару комнат и вот этого гипсокартонного потолка везде натяжной. Натяжной световой линии. Смотрите сколько одна световая линия дает света. Гораздо больше, чем этот шинопровод. Далее мы попадаем с вами в коридор. Здесь точечные светильники круглые, большие. Тоже очень много света. Сделан декор интересный. Это полиуретановые такие типы принтусов. Смонтированные и покрашенные сверху. Единственный минус здесь всегда будет пыль. Надо понимать, что надо почаще убираться. Там пыли будет совсем много. Далее дверь осталась из застройщика. Только внутреннюю панель поменяли. Не рекомендую делать откосы под покраску. Лучше делайте добор с наличником под стиль основных дверей. Это гораздо практичнее и легче поменять. Дымофон, выключатель коридора и мастер свет. Здесь мы можем выключить свет во всей квартире. Кроме коридора. Щеточек покрашенный с вами в одном стиле. Смотрите, просто металлический щиток. Аккуратно покрасили и особо не уделяется и красиво смотрится вполне. Так что здесь можно заметить огромные зеркала. Где-то 2,40 на 2,20 расстояние. Очень тонкий алюминиевый профиль. Очень легко это смотрится. Без толстых рамок каких-то. очень легко открывается. Без всяких ударов. Там блок стоит. Все нормально. И здесь еще около 3 квадратов. Классная такая прихожая, гардеробная, в которой все можно разместить. Стоят доборы, поэтому если вы дверь слишком резко закрыли, она подостановится и спокойненько сама закроется. Обратите внимание, что здесь была монолитная часть, колонна, и ее обыграли клинкером таким же как в гостиную, чтобы здесь просто не было из покраски какого-то внешнего угла, непонятного выступа. Очень классно смотрится такая вот колонна. Далее мы с вами попадаем в спальню родительскую большую. Здесь одна паркетная доска переходит в другую темного цвета. Сразу же предупреждаю, настолько темный свет уже становится непрактичным. На нем очень видны разные белые пылинки и если вы у вас это будет сильно воздражать. Помещение огромное, не менее 20 квадратов, огромнейшая кровать, я думаю, что она 1,80 на 2,20 или даже 2 на 2,20 это тот же самый клинкер, только покрашенный полностью. Классные медные светильники, кондиционер миссубиси, опять вертикальный радиатор, подвешенные тумбочки, обратите внимание, как встроены розетки в плитку. То есть мы на плитку такие розетки не ставили. Так же посмотрим с вами. Сначала была уложена доска, сделана покраска, установлена дверь, выключатели и только потом доделаны нормально все эти узлы примыкания. Объемы плитки были сделаны, но верхняя полоска, нижняя полоска и все примыкания были не сделаны. И здесь тоже плитка делалась, это клинкер, только после того, как была закончена декоративка. Иначе бы красиво вы это примыкание нормально бы не сделали. По периметру идет короб. Здесь короб идет в одной плоскости с мебелью. Очень классно придумано, что все это переходит в единую столешницу. Здесь просто ящики и далее переходит в трюмо в одной плоскости. Столешница из искусственного камня кварц. Большой телевизор и как видите в одной плоскости с декоративной штукатуркой сделан световой профиль и зеркало. Зеркало огромное и таким вот образом на полочках стоят всякие тюбички и женщина может здесь накраситься. По-моему очень классно комфортно сделано. Далее у нас с вами скрытый карниз за которым находится просто не стеклопакет а сдвижные двери стеклянные огроменные высокие 2,90 и мы попадаем с вами на лоджию где ложен керамогранит с теплым полом утепленная фасадка лоджия огромнейшая большая г-образная еще клинкер сделан натяжной потолок со скрытым карнизом встроенным огромнейшая лоджия челлаут и посмотрите какая она большая и при этом здесь достаточно будет теплого пола чтобы ее прогреть и не замерзнуть в спальне по крайней мере в Петербурге в наших условиях у нас редко бывает зимы там более минус 15 у нас это нормально прокатывает теплый пол там достаточно и вот такой радиатор на стене пошлите далее квартира большая сейчас мы с вами попадаем в детскую для девочки подростка ну для начала посмотрите какая изюминка три разных цвета соединены вручную с нашими мастерами с малярным скотчем вот таким вот перекрестием в маленьком вот этом коридорчике вы увидите шкафчик очень много пол практически в самом помещении тоже очень много различных полок но вещи спрятать будет вообще не проблема здесь должен быть царить порядок такой как прямо как сейчас потому что действительно куча полок и все можно убрать обратите внимание что подоконник был высокий сделали столешницу по всей длине стены ну как рабочий стол и вот такие шторы которые перекрывают окна от света да чтобы днем удобно было закрыться и сидеть делать уроки прикольная стена с такой позитивной надписью today is a good day сегодня хороший день и также сделаны кирпичи кирпичик сделан обратите внимание тоже после мебели аккуратно чтобы все примыкания смотрелись классная мощная кровать с такими вот шкафчиками выездными и роспись ручной работы на белой стене под аниме наверху у нас натяжной потолок и по периметру короба из гипсокартона очень классная детская еще этот диванчик прикольного света на контрасте и телевизор напротив респект дизайнеру Татьяне за такую работу двери как и говорил очень высокие 2,40 аж 4 петли на такую дверь требуется единственное белый конечно не очень практичный постоянно будет пачкаться теперь мы с вами попадаем в первый санузел его площадь где-то 4 квадратных метра здесь у нас с вами душевая на подиумы с трапом лотком система с тропическим душем с термостатом инсталляция гигиенический душ электрополотенцесушитель с терморегулятором подвесной ершик все как мы любим здесь находится люкс со всеми коммуникациями как видите разводка в нашем стиле выполнена здесь полностью коллекторная разводка о ней много раз рассказывал и мои нелюбимые непрактичные накладные раковины здесь убираться за ней будет ну прям очень неудобно хотя это такой гостевой второй санузел сейчас увидите основной но все равно брызги будут лететь убираться здесь непрактично классное зеркало кстати с подсветочкой по периметру очень была рельефная плитка тяжело она вся такая неровная на нее нормально крючки не встают унитаз к ней с зазорами встал кнопочка обратите внимание да когда вы рельефную плитку покупайте будьте готовы что будут какие-то щели зазоры аккуратно примыкание плитки как видите с инженерной доской далее из этого коридорчика мы попадаем в еще один коридорчик дизайнер Татьяна здесь молодец грамотно сработала все двери в этом коридоре здесь 4 штуки да они открываются внутрь коридора но для этого коридор сделан реально метр шестьдесят не меньше в ширину благодаря этому такие полотна здесь полотна семидесятые можно спокойно открыть и при этом остается шикарнейший проход видите с локтями даже чтобы об них не биться итак сначала попадем с вами в санузел площадь его около шести с половиной семи квадратов довольно большой огромная ванна два на девяносто тяжелейшая работа морока для плиточника эти ниши но выглядит реально эффектно посмотрите это керамогранитная мозаика запиленная под 45 все это рассчитано грамотно цветовой профиль встроенный стоит тяжелейшая работа я вам скажу встроенный тропический душ со смесителями встроенного монтажа вот такая подвижная перегородка чтобы защититься от брыз тропического душа инсталляция здесь нет гигиенического душа инсталляция образом зашита формирована ниша с посветочкой мебели и практичные полочки здесь находится люк скрытого монтажа очень большого размера к сожалению это шарнирные люки они постоянно провисают тогда еще наших люков шагма не было сейчас бы мы сюда поставили люки шагма он открывался бы гораздо легче не провисал и не приходилось бы вот так мучиться и самое главное вот этот зазор не был бы настолько явным здесь опять надо настраивать пытаться это выровнять на люках шагма такой проблемы нет вот так вот далее самые мои любимые раковины если у вас широкая раковина ставьте именно такие когда у вас раковина со столешницей литьевые да грубо говоря одна плоскость легко здесь убираться еще подвесные посмотрите дозатор и для щеток то есть если ты побрился налетела брызг и не знаю ну убраться здесь просто не проблема сюда все скинуть протереть я обожаю такие практичные решения чтобы в уборке было проще и вам тоже советую потому что на уборку много сил уходит у наших любимых женщин здесь еще у нас есть ниша посмотрите как сделано запилечка аккуратная по 45 и в нише не из керамогранита а просто из толстой мдф такие полочки дсп полочки вернее сделаны ставлю внутрь скрытого монтажа очень красиво смотрится по свету хорошо подходит огромное зеркало со скрытой подсветкой по периметру далее рекомендую в каждой большой квартире и в каждом коттедже а коттедж это по сути как большая квартира выделить два квадрата для отдельного помещения в котором у вас будет стоять сушилка стиралка бойлер и куча шкафчиков для рыльно-мыльных принадлежностей и не знаю для какой-то химии сюда можно убрать сушилки какие-нибудь гладилки в общем это очень нужное помещение и если у вас квартиры более 120 квадратов или там дом более 150 обязательно такое помещение должно быть еще одно очень крутое помещение от которого я кайфую это огромное гардеробное где от пола до потолка потолки здесь 2,90 буквой П установлена мебель еще с разными прикольными вот такими подвижными шкафчиками я считаю что ну вот прям желаю всем кто сейчас смотрит чтобы у вас была возможность сделать и такую гардеробную сюда вещей можно столько засунуть что не знаю 4 члена семьи еще место останется ну глядя кто какие вещи покупает в любом случае это очень практично и удобно и у нас осталась с вами последняя комната это гостевая комната здесь тоже не менее 20 квадратов классный огромный диван очень удобный с такими еще подушечками смотрите чтобы спина не болела сделана фреска карта мира с городами очень интересный декор по сути не такой дорогой гораздо дешевле кирпичика но зато интересный можно подходить смотреть различные города сидишь нечем заняться посмотрел на карту и вспомнил где находится Великобритания например или Франция в общем очень интересное я считаю декор также здесь та же самая инженерная доска покраска гипсокартонный потолок дизайнерская люстра ну и в общем все в одном стиле с комнатами сделано здесь немножко другая стенка тоже полноразмерная 60 и вот эта идея как шкаф переходит в столешницу здесь опять-таки сделано под трюмо зеркало видите розеточки есть место для ног и можно сидеть здесь краситься также при этом это еще и практичная столешница сюда можно там приставку игровую поставить телевизору подключиться по-моему очень классное решение мне очень интересно ваше мнение по этой квартире понравилась она вам или нет сейчас я еще вам опубликую фотографии как эта квартира выглядела на визуализациях огромное спасибо дизайнеру Татьяне за такую красоту огромное спасибо техническому директору по Петербургу Павлу Динаю который как прораб ввел этот объект довел его до конца и наше заказчике что дало возможность такую шикарную квартиру отснять к сожалению не часто такая возможность выпадает и большинство шикарных квартир которые мы делаем вы даже к сожалению на черновых чистовых этапах можете и не увидеть я долго этого ждал и вот этот момент буквально один-два дня когда квартира еще пустая но уже доделанная это конечно для меня как для лидера команды прямо наслаждение оказаться в такой квартире все это вам показать если кому-то показалось что квартира пустая но здесь друзья ни одной вещи нету заказчика ни одной картины никакого декора там растений вообще ничего нету поэтому что-то может показаться пустовато но когда сюда въедут люди квартира заживет просто шикарнейший интерьер который будет долгое время радовать заказчика который вложил сюда приличные средства и это будет на долгое время их уютным гнездом и еще потом хорошо продастся пишите свое мнение по поводу этой квартиры ставьте лайки переходите и смотрите в моем профиле эту квартиру разобранную на атомы до новых встреч пока-пока пока-пока